Лемма. Если АВ равно единице и АС равно единице, то АВС равно единице. Лемма керминать для любого поля. Не только для вещей. Для вещественно, конечно, надо сказать, что это перебор, да? Нет, это никакое упражнение Павла. Что значит АВ равно единице? Что значит АС равно единице? Нет, нет. Что такое символ Гильберта от числа А и В равен единице? С этим работать легче, иногда с тем работать легче. В данном случае легче с этим работать. Что значит, что символ АВ равен единице? Географичная форма х квадрат минус х представляет число В. Первые две строчки он написал абсолютно правильно. А вот дальше что-то очень-очень странное. Очень похоже на так называемое сравнение Белли. Может быть, знаете, есть такая штука. Скажем, х квадрат минус 2х квадрата равно единице. И вот прием, который мы сейчас должны продемонстрировать, он при изучении сравнения Белли тоже используется. Если число предстояло в виде х квадрат минус 2х квадрат и другое тоже предстояло, почему их произведение предстояло в виде х квадрат минус 2х квадрат? Ну, философски говоря, да. А как это все-таки конкретно объяснить? Б плюс С квадрат минус Б квадрат минус С квадрат. Пополам. Реэффициенты должны быть единицы и а квадратичные. И мы должны указать такие х и у, что х квадрат минус и у квадрат равняется bc. Изменяем почек. Там, где он написал х1, я просто отпишу х. Там, где он написал у, я тоже отпишу у. А вот х2 я заменю на число С. А у2 я заменю на число Т. Вот этот курс я просил. И вот сейчас посмотрите, что будет. В умножить на С. Это х квадрат минус ау квадрат. Умножить на z квадрат минус ау квадрат. Интересно, догадаетесь дальше или нет. Хорошо, продолжаем писать. х2, z квадрат плюс ау квадрат, у квадрат, d квадрат. А вот дальше секрет вместо сквадрат. Минус а умножить на x квадрат, d квадрат плюс y квадрат, z. И теперь я взываю к вашей школьной угодушке. Валя, слушайте, может я тебе про него скажу? Я тут при чем? Не могу просто держаться. Это чудо. Приходит из школы. А у нас есть электронный дневник. И мы знаем, что он на последнем уроке писал какую-то там самостоятельную работу по химии. И написал ее на 3. Мы это знаем. А он еще не знает. Пришел он из школы. Мы говорим, Коля, молодец. Какой ты хороший, какой ты умный. Написал на тройку химию. Что? А тут говорит Коля. Вообще вы понимаете, что там будет со мной теперь? Господи, ну тройку, ну мало ли, бывают тройки. Да у меня же человек пять, а может и больше списали. Это же значит, что у них у всех. А они все надеялись. Социальные места оставили. Это же непонятно. Надо просто двое, чтобы писать. Так. Представляете, что тебе он сделал? Он прибавил и вычел одно и то же. Смотрите. Там, где было х квадрат т квадрат плюс у квадрат з квадрат, он добавил слагаемое 2ху зт. Правильно? Ну и соответственно там тоже это добавил 2аху зт. Смотрите, что получилось. Давайте я это запишу просто отдельной формулой. Потому что это достанет важную сумму. Смотрите, что у нас получилось. Такая вещь. Такая вещь. Х з плюс а у т в квадрате минус а умножить на х т плюс у з в квадрате. В принципе можно было в обоих местах поставить минус. Просто есть такое должность, что когда х квадрат минус а у квадрат умножаешь на х квадрат минус а т квадрат умножаешь на з квадрат минус а т квадрат, то получается дальше, ну на самом деле можно было в обоих местах взять то же самое, тоже было бы. Тут говорили, потому что комплексные числа. Давайте обсудим, как это, ну как вы сейчас делаете, просто с этой формулой с решимом умножения, прибавили и все получилось. Как это можно было наукообразно сделать? Смотрите, вот это можно разложить на множители. А именно написать здесь х минус корень из а и х плюс корень из а умножить на а. Точно так же здесь z минус t корней из а и z плюс t корней из а. Вот. А дальше, когда вы берете, скажем, две скобки, х плюс y корней из 2 и z плюс t корней из 2 и перемножаете. И когда вы берете такие же скобки с минусом, x минус y корней из 2 и z минус t корней из 2 и z минус t корней из 2, то вы как раз получаете то самое. Смотрите, получается, x, z плюс а, d, y плюс корень из а умножить на xt плюс y. В общем, так или иначе, но мы с вами доказали эту леку. Если символ дельберта АВ равен 1 и символ дельберта АС равен 1, то символ дельберта АВС равен 1. АВС равен 1. Всем пока!